на пороге дома, а потом как-то, а плакали вы, почему он говорит, ну потому что есть такие глупцы, мыслители, гьяни, которые лишены этих игр, они никогда не поймут о том, что Господь ей выиграл настолько сладостно, они никогда не смогут увидеть то, как болтается в воздухе Верховный Господь. Продолжение следует... 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 Но когда она их увидела, там есть, она была очень растяжена. Я, говорит, все утро, столько потратила времени, чтобы сделать из вас таких красивых детей. Ну почему вы постоянно все портите? Ну почему вот, почему именно гашала? Почему вы сюда пошли? Ну вот, как обычно говорится, свинья не всегда ищут грязные. Вы что, были свиньями в прошлой жизни, стала ругать мама Ишода Кришну? А Кришна не вдумевал, откуда мама Ишода знает о том, что дыря был в прошлой жизни свиньей? Потому что он был вараха в прошлой жизни. Он был в пищу, ищут, 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 ищут. Понимаете? Да. и Да, да, да. Отдались, да. Когда он смотрит, он смотрит. А потом это. Это не Хариката. Действует, не Хариката. Вы понимаете? Да. Это не Хариката. Это не Хариката. Он смотрит, что здесь. So, the Harikatha, who is listening, is looking to them, not telling Harikatha, there are people sitting there, Harikatha looking there. This is not Harikatha. So, now Krishna, when you go to house to house, Krishna, yes, and even Krishna doing very sweet, sweet pastime, you know, in this own house. Now, when Krishna is drinking this breast milk of Mother Yaswada, when Yaswada fed to him buttermilk, then all Vraju gopis think, oh, can you, can you happen some day, Krishna also came to our house. He also gave love affection to him, Krishna can sit at our left and fed to him buttermilk and butter. Now, all Vraju gopis, this kind of desire, now Krishna, he understands this thing. So, Krishna thinks, oh, so necessary, I can go to gopis house, house, I can do some of this sweet, sweet pastime. So, Krishna wants, yes, Krishna wants, he wants to go to Vraju gopis house, make some S-Qs, yes, yes, what is the S-Qs, I am stealing the buttermilk and butter, so I can give darshan to this Vraju gopis and do sweet, sweet pastime. Krishna, I think of this thing. When Krishna was born, Krishna was so attractive, that every woman, who saw him, wished that Krishna was her child. And then, Krishna was born, Krishna was born, Krishna was born. или Кришну больше, чем своих собственных детей. И поэтому, когда они часто приходили к маме Ишуде, наблюдали о том, как Кришна кушает, как Кришна ходит, как мама Ишуда наказывает Кришну на все эти проделки. И каждый из них в душе мечтал о том, что Кришна бы тоже приходил к ней домой и тоже бы делал все эти проделки, все эти шалости. И тогда Кришна понял это желание и решил ответить на них, каким образом он захотел удовлетворить Гопи. Он думал, что я подарю вам свой дар, что он под предлогом того, что буду воровать у вас масло дома. Да, и теперь Кришна, он хочет, быстро 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 я могу убрать ботермигут в доме. Если я успешно, если я пойду к кому-то, то он будет успешно. И тогда Кришна стал подготавливаться к этому. Потому что если просто сейчас пойти и начать воровать масло, то можно не на шутку как бы получить наказание. Для этого нужно быть самым искусным вором. И тогда он стал тренироваться дома. То есть там, где он думал, что если я дома научусь так красть масло, что мама не заметит, то я, несомненно, смогу то же самое делать в домах Гопи. Да, и тогда Кришна может спросить, если нет, в прошлый день, как Кришна ставил ботермигут в своем доме. Рассказать о том, как Кришна в своем собственном доме украл масло. Когда мама Ишуда, слыша постоянно жалобы своих соседок на Кришну, который ворует масло в их доме, решила, что, наверное, мои слуги не так сладко готовят масло из нашего молока, от наших любимых коров. А какую? Кришна, он с пятого масла ворует. Масло ворует? Ну, там это как продолжение Дома Дара Ливы. Есть. Дома у себя или у чужих людей? У себя дома? У себя дома. Там, когда у нас все отражение разговаривали, Борисшна мама и видела, что ты что-то проверил. Да, да, да. Эри Макхар. Эри Кришна стили Макхар. Эри Штоли, Эри Штоли, Эри Штоли, Эри Штоли. Если мой сын спец Гамада и Гамада. О, Гамада и Ля. Тогда расскажи лучше, если ты знаешь эту историю. Он говорит, ну, вы расскажете, как это вы делаете. Она очень... Хорошо, давайте я расскажу, как он входит к другим гопи. Гопи... очень любят Кришну, они любят Его больше, чем своих собственных детей. И поэтому, когда все домочадцы уже ложатся спать, рано-рано утром или поздно-поздно ночью, они заходят к себе на кухню, зажигают лампадку, и под этот тусклый свет они начинают готовить особые сладости для Кришны. Они поют... Они вкладывают в эти сладости всю свою любовь к Нему. И они ждут, хоть бы Кришна пришел и попробовал эти сладости, но для того, чтобы никто не нашел, кроме Кришны, их, они очень хорошо прячут эти сладости. А об этом не знает никто, ни их мужья, ни их дети, ни их родители. Они очень тайно скрывают это все. Ну а Кришна, Он же параматма в сердце каждого, и Он не может спать, когда для Него что-то делают, да еще Его зовут, призывают. И поэтому он рано утром, в часы Брахмаму Хурты, он просыпается, он созывает всех своих друзей. И они крадутся в темноте к дому какой-нибудь гопи, которая только что приготовила для него вкусное что-то. Забор высокий, поэтому они пытаются, встают друг на другу на плечи, перелезают через забор, и в темноте крадутся. Но мама Ишода, она, любя своего сына, одевает его самым лучшим образом, и поэтому у него на шее драгоценное ожерелье. И эти ожерелья, там каменька уступка, он подсвечивает ему дорогу, и они видят, куда нужно наступить. И когда они подходят уже к самому дому, в дверях, на охране, сидит старая гопи. Ее посадили сторожить, чтобы никто не залез, никакой вор. Она сидит, облокотившись от косяк, и с открытым ртом храпит, потому что пожилая женщина поздно ночью спать нужно, ее посадили охранять. И поэтому у нее открыт беззубый рот, и Кришна с пастушками, они тихонечко-тихонечко, не скрипя дверью, открывают дверь, заходят на кухню. И там они, к своему удивлению, ничего не находят, кроме какого-то засохшего ладу. Они берут эту ладу, возвращаются к двери и кладут в рот этой гопи старой. Она, естественно, от неожиданности просыпается, она поражена, почему у нее во рту что-то сладкое. И тут они уже совершенно не стесняясь и не опасаясь ничего, они уже начинают очень громко, шумно в кухне хозяйничать, они переворачивают все, чтобы что-то вкусное найти. В это время просыпаются все домчатцы от такого шума и они начинают раздавать эти сладости. Все, что приготовила эта гопи для одного Кришны, Кришна вместе с пастушками раздает это всем. Конечно, у такой Ливы есть глубокий смысл. Рассказывать? Потому что почему Кришна не один ходит и принимает то, что готовит для него гопи, а собирает с собой целую орау своих друзей. Потому что та любовь, с которой гопи готовят для него, пропитана вот этой ватсалии прямой. и друзья, которые находятся в Сакхи-Расе, они не смогут сами понять это чувство. То есть, им недоступно это чувство. И Кришна, Он очень щедрый. Он хочет, чтобы об этом знали. Это чувство было знакомо всем, и поэтому Он кормит этими особыми сладостями своих друзей, обезьян, белочек, всех подряд, всех ворон и так далее. Потому что иначе они не узнают вот эту любовь, которую питает к нему гопи. Ну, все, можно на этом закончить. Парахачили? What she was telling? Просто рассказать, чем ты рассказывала. Парахачили? What I heard, she told it why Krishna stole ladus from some гопи and he distributed to this among his friends, among кроус, among monkeys. Why he did like this? Because of Krishna, only Krishna can understand that vatsalya rasa. And when he was given this ladus to the monkeys and his sakras and кроус, that he is giving them, because Krishna is very merciful, he is giving them the taste to understand this love. I can tell Krishna stealing buttermilk any story? Я могу рассказать историю про то, как одна гопи застала Кришну на месте преступления. Он, как всегда, какие у него заботы больше нет, как ковыровать масло. Он пробрался в дом к одной гопи, все нашел, все, что ему надо. И, значит, засунул руку в горшочек уже. А та гопи, которая, она, в принципе, уже знала, что Кришна здесь, но виду не подавала. Думает, ничего, ничего, я подожду. Когда он уже непосредственно залезет рукой в горшочек, я тут как тут, как бы, тут я его точно поймаю. И Кришна такую ручку опускает туда, значит, туда как бы. И она, ага, попался, говорит, ну все, теперь точно, все, пойдем к маме еще один. Говорит, я тебя поймала на месте преступления. Он говорит, ничего не поймала. У меня, говорит, просто был маленький там теленок, я его потерял. Вот хожу еще, тут как бы, какое преступление, никакое преступление, там мой теленок. Ну какой еще теленок. Ну маленький теленок, говорит, не, она, это самое, он потерялся, я вот его искал. Вот, и он сюда как бы попал в этот горшочек. Она, ну что ты не голову, типа, морочишь. Он говорит, а что можно, посмотрите, когда стоит, она стоит маленького теленка. Она такая грешечная. Короче, гопи-то, как бы, ну иду сказать, вроде как, нечего, право абсолютно, как бы, сто процентов. Как бы, а что, говорит, у тебя это самое, все в масле, это самое, мордочка вся в масле, нос весь в масле. Он уже успел там приложиться немножко. Он говорит, а что ты все в масле? Да я, говорит, как бы, это... Что же он сказал-то? У меня число. Она караулила и решила, что вот теперь она точно его к маме еще не отведет. Она его с поличным поймает. Она тоже дождалась, когда он засунул руку в горшок и схватила его за эту руку. Ну все, ты попался, вор. Он говорит, почему вор? Ты же моя мамочка. Ты же меня любишь? Я у себя дома. Я же не ворую, ты же для меня это приготовила. Говорит, ты мне зубы не заговаривай. Сейчас я тебя отведу к твоей матери. На улице было и темно, и к тому же еще дождь собирался. Поэтому она его взяла и накрыла своего алью. И повела за руку к маме. Ешода уже в это время хозяйничала на кухне. И пришла Гопи, кричит, Ешода, Ешода. Выходит, Ешода говорит, что случилось? Она говорит, ты знаешь, где твой сын? Он говорит, мой сын спит. Я его только что видела. А она говорит, нет, говорит, вот смотри, говорит, откидывает свою валь. А под этой валью ее собственный сын, это Ебута. И она, кто это? Это был Кришна? Я его только что сама за руку поймала. На шум выходит заспанный Кришна. Говорит, мама, ты видишь, они всегда на меня жалуются. Они всегда врут про меня. Вот с этого момента я точно буду воровать у них масло. Ну, это Юга Майя все устроила. Расскажите еще кто-нибудь, какой помнит о старой, как Кришна ворует масло. Расскажите еще кто-нибудь, какой помнит о старой. Что такое? Чем бывает? Ваше басхаз it all? Ваше басхаз не то Кришна. Кришна сказал, Ну, про колонну я только помню. Ну, в общем, помогай. Ну, я не помню, с чего все началось, да, ну, в общем, видимо, он, как всегда, решил своровать масло и пошел заниматься этими грязными делами. Пошел, в общем, и начал залазить, по-моему, рукой, начал есть и вдруг увидел свое отражение в колонне. И начал, по-моему, разговаривать с ним, да. Он говорит, о, подожди, говорит, ничего не рассказывай. Говорит, я, по-моему, не сдам тебя, а ты не сдавай меня. Говорит, давай спокойненько будем тут кушать, и никто никого не будет сдавать. Вот, в общем, и, а мама еще услышала, как он гремит с этими горшками. Ну, и начала подниматься потихонечку, дверку открывает, такая смотрит. Ну, и Кришна там тут как тут ест уже. Она говорит, ну, и что это за дела такие? Что мы тут делаем? Ну, и он говорит, что, а это, говорит, не я, это вот он показывает на колонну, что как будто это не он, а тот, кто отражается. Ну, в общем, вот. Ну, и мама еще, видимо, рассмеялась. Да, 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 да. Ну, да. Ну, да. Окей, Харива. Вы знаете, что есть новая паста? Баттер, баттер, баттер или паста? А однажды, тоже немножко, не полностью, однагопия решила его подкараулить. И спряталась в дверях дома, и решила, что вот во что бы то ни стало, я дождусь, когда он придет, и я его поймаю. Она стояла долго, и вот, видит, идет Кришна. Но Кришна почему-то не зашел к ней, а прошел мимо. Косился взглядом и прошел. Она думает, нет, я все-таки обязательно дождусь. Стояла, стояла, вот Кришна пошел, опять появился. И опять он прошел мимо. Ну, Гопи думает, что-то тут не так, я буду ждать, она обязательно ко мне зайдет. И так Кришна прошел и вперед, и назад, и еще несколько раз, и потом совсем ушел. И тогда Гопи расстроилась, потому что она хотела, чтобы все-таки Кришна к ней зашел, она хотела увидеть Кришну. И решила, что она обидела Кришну, и очень расстроилась. Да, окей. Вы знаете, что Кришна? Угу. А, Руи? Когда Кришна ходил по домам, если Кришна проверял горшки, и там было для него масло, то он просто ел горшки, и раздавал это всем своим друзьям. Если масло там не оказывалось, то Кришна начинал делать там такие выходки, как маленькие детей, которые были в колыбельке, он начинал доводить, щипать их до истерики. Он мог так нашалить, что мог просто испражняться у них дома, чтобы они пустые горшки для него не оставляли. То есть если их шибко хорошо запрятали они там, то Кришна со своими мальчишками, когда все облазит, если он что-то не находил, он обязательно что-нибудь делал в отместку. Вот. Но не нужно думать о том, что это действительно было там что-то со зла, потому что все гопи, они были счастливы о том, что когда Кришна что-то подобное выкидывал, это было настолько трогательно, что они потом безумно могли ругать Кришну очень долго и получать большое удовольствие в сердце. Вот однажды Кришна, однажды Кришна зашел в один дом, и гопи ему конкретно не оставляла масла. И тогда он решил проучить эту гопи. Он, когда они спали вместе с мужем, он подкрался ночью. Он убежал ночью и очень крепко перевязал их волосы, бороду этого мужчины и косу этой гопи такими узлами, что развязать было просто невозможно. А потом, когда он их завязал, тогда он уже спокойно шел, съел там какое было масло. И утром, когда мужчина хотел встать, то есть утром, когда ты встаешь, ты идешь по нужде. Вот когда ты смотри на стол, чтобы пойти по нужде, стала естественная жена. И она стала иргата, зачем ты меня тянешь за волосы? Он в темноте говорит, никуда я тебя не тяну. Потом им обоим стало больно, они увидели, что они полностью, у него была борода, у него волосы, это так перевязано. А Кришна что сделал? Он из дома убрал все острые предметы. И еще. Поэтому, так как они оба хотели понужить, нужно было как-то отвязаться. Они искали какие-нибудь ножницы или ножек. После того, когда не могли развязать долго-придолго, у них ничего не получилось. И в итоге, они не нашли другого... Они не нашли другого света. Как поджечь. 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 Поджечь, да. То есть, они просто спали себе волосы и освободились. А потом Кришна, когда встречает на улице этого свечи, говорит, что она говорит, вот так будешь прятать от меня, говорит, свое масло. И жаловаться маме и Шодя. В общем, там много еще в основоподобных историй рассказывали. В общем, там много еще в основоподобных историй рассказывали. В последние годы, когда Кришна баунт 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 и хиа браид овгопи и кришна и They couldn't find scissors, they couldn't find knife And they only found some fire, you know, some candle And they burnt their hairs Then they become freed And then Krishna said, the next time you cannot hide from me your butter And complain to my mother Who is the first time telling you this is the, you know, candle their part But this is the here No, this is, I think not Who is the tell this past time? Do you remember this? I never heard this This is burnt, this is not good I understand, bind this here, you know, this is not good I think But this is not good Do you remember this? I think it's not good I think it's not good It's not good I think it's not good I think it's not good Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 то есть источник всех инкарнаций Бога, сама Верховная Личность Бога. Тогда, описано в Бхагаватах, он просто падает на землю к стопам Кришны и омывает его стопы слезами. Возникает вопрос о том, что когда бы не было описания полубога, каким образом определяется, что перед вами стоит полубог? Полубоги не моргают, и полубоги, они не касаются земли, они парят над землей, они считаются ниже своего достоинства касаться смертной земли. А тут еще описание в Бхагаватах о том, что Господь Брама, он просто распростелся на этой земле. Почему? Потому что он осознал значение этой земли, значение в Раджапыли, о том, что это сама высшая обитель, Господа, кто стоит перед ним, сама, что такое врач, и поэтому он лежал, чувствуя себя счастливым о том, что он касается этой земли, потому что сам Брама, Шива и другие великие личности молятся о крупинке такой, обрести крупинку такой земли. И своими слезами омывал стопы Кришны. Продолжение следует... Он не просто распростерся перед Кришной. Брама в этот момент чувствовал, у меня еще три головы, которых не коснулась эта пыль. И у меня только одна третья часть тела теперь осыпана этой пылью. И поэтому он стал кататься по земле перед Кришной, для того, чтобы все его тело было осыпано этой пылью. С джаной, ясно прерывал это. Это все мнение прерывало. Прерывало, лина, перелывало, Some лёг, Дьян тоже есть. И есть и некоторые языки есть, Крислород с Маргурди есть, Крислород с Акулевым стCR. С локологом естественно есть, Когда Брама встал, осыпанный весь землей в Раджа, он стал возносить красивейшие молитвы Господу Кришне, в которых можно видеть, как необъятное знание о Кришне, как Его всемогущество, так же и высшую сладость Господа. Он описывал, сейчас мы будем подробно изучать все эти стихи, можно видеть, какое глубокое учение сокрыто в них. И Брама стал возносить наумидяте, брава, пушет, адди, тамбаре. Он склонился перед Господом Кришне и говорит, «О Господь, я предлагаю Тебе свой пранам». Пранам просто переводится как поклон, но фактически значение пранам заключается в том, что я отдаю себя в Твои стопы. Я понимаю теперь, кто Ты, что Ты источник всего мироздания, и Ты начало всего сущего. Что ты говорил. Я говорю, И обращаясь к Кришне, он начинает, старается принести ему удовольствие в том, что описывает его красоту. Он говорит, «Вы телом дождевой тучи, грозовой тучи, и вы в нарядах золотого цвета, в одежде золотого цвета. Я знаю, что золотой цвет этих одежд символизирует вашу любовь к Радеке. Как красиво смотрятся эти золотые одежды на вашем темном теле, как молния, сверкающая на грозовой туче». Продолжение следует... Далее Брама подчеркивает о том, какие украшения на Кришне. Он говорит, на нем ниточки из ягод кунджа. Во Вриндаване эти ягоды очень легко доступны. Это такое семейство бобовых, маленького размера, аккуратной формы. С одной стороны нежно-розового цвета, с другой стороны ярко-черного. И она еще блестящая, блестящая такой, как жемчуг. И вот Брама описывает о том, что говорит, «О, у Кришна у него ниточки из этих ягод кунджа он украшен». С одной стороны, это говорит о том, что Господа очень легко удовлетворить. Не нужно для этого какие-то особые средства, какие-то особые богатства. Он принимает все самое простое, доступное в лесу и будет удовлетворен этим. А с другой стороны, эти ягоды кунджа символизируют его любовь с Шимати Радикой. Поэтому они особо дороги ему. Продолжение следует... Затем Брама описывает о том, что голова у Кришны увенчана красивым павлиням-пером. Почему носит павлиня-перо, как я уже рассказывал раньше, потому что там имя Радарани. Почему еще? Потому что перо символизирует то, что Кришна очень любит Брамачаря, те, которые отказываются от всего ради Кришны. Потому что павлини, они Брамачари по своей природе. Далее Кришна носит перо, потому что это символизирует то, что Он самый лучший танцор. Очень много причин, почему Кришна украшает свою голову яркими перьями. Продолжение следует... Продолжение следует... И далее Брамачаря описывает украшения Кришны дальше, говорит, что Кришна, помимо того, что стоит из ягод гунжа, помимо того, что с этим красивым пером на голове, который красиво сочетается как радуга на темном небе на грузовом, очень красиво сочетается. Помимо этого еще Кришна украшен нежными побегами и листиками, очень причудливым фором, маленькими цветочками, которые... Гопи и Исаакхи, то есть друзья Кришна, они любят украшать Его, и они украшают Ему волосы, украшают Его за ушами. Из этого делают и сережки, и головные уборы, и на шею, и браслеты. И вот Кришна, он в каких стоят... Такие больше всего Кришна любит украшения, когда все это сделано с любовью, из-за цветов и молодых побегов, красивых веточек Вриндавана. Кришна говорит, что несмотря на то, что все украшают Меня золотыми, украшениями дорогими, драгоценными камнями на Вайкунхе, больше всего Ему нравятся именно такие украшения с любовью. Кришна готовит самые вкусные блюда, самые роскошные и вкусные блюда. Но Кришна признается в том, что является Его любимым. Любимое это рис, смешанный с йогуртом. Во Вриндаван, когда Он очень занят, занят со своими друзьями, Он обычно берет у Мамы йогурт, йогурт и рис, и у него постоянно в руке, в левой руке или вправе, и ты приглашаешь ли риса с йогуртом, иногда к нему добавляются еще какие-нибудь вкрепку, этим Он наслаждается. Стоит. Кришна, Далее Брама описывает, то есть когда описывает Брама Господа, он не просто произносит все то, что видит, оно все имеет определенный смысл. Когда вы встречаете какого-то человека и его настроение, хотите подчеркнуть его настроение, вы можете описать, сказать ему о том, в чем он одет, подчеркнуть какие-то предметы его одежды, и тем самым вы можете принести ему удовольствие, понимая смысл этих отрыводов. И вот сейчас вот Брама, он когда описывает, он подчеркивает то, что вы стоите сейчас, вы босиком, то есть все другие инкарнации Бога, когда бы они не приходили в этот мир, они были в садалях, они были в дорогих туплях, но Кришна, Кришна Верховная Личность Бога, и он самый доступный, он с любовью относится ко всем своим близким, и он босиком ходит прямо по земле. И вот тут как раз Брама и произносит о том, что Кришна является сыном пастуха, царя Враджа, Пашупанка Джаян. Есть, но в втором слоге, он говорит о Кришна, имя Аджи. Аджи, это значит, что никто не может конкурировать, даже если Бог не может конкурировать, он не может конкурировать. Он говорит, что теперь Брама у вас, как вы сможете конкурировать, как вы сможете конкурировать к Кришне, как вы сможете конкурировать, что супер-карна. Далее Брама произносит следующую молитву, в которой называет его Аджи. Аджит означает, что его невозможно победить, или им невозможно управлять. Но Брама в своей молитве произносит о том, как можно завоевать сердце такого господина, которым невозможно управлять. So, here is the jnana-prayas-muddhubhasya. Here, you can tell sometimes, you can think, oh, I am understanding Krishna. Oh, Mr. Kaur Barsala. Here, Brahmana tells him jnana-prayas-muddhubhasya. He is all by all in this knowledge, he can understand Krishna, and He is completely libraved. Вы спросите, что у него есть один 영еткий, и я нашел три три года, но вот этот город. Я не понимала, что это крошкина, чтобы объяснить, что в течение всего всего мира, что в течении летных пиратов, которые подчеркивают, что на трусотке, и разное, что на свете ними было очень хорошо, третий, куча на свете. И Брама в этой молитве говорит Он говорит, вы можете думать о том, что вы уже понимаете, кто такой Кришна Вы, например, можете думать, о, я знаю, Кришна, он пастух Я уже знаю его качество, я уже знаю, какой Кришна Брама говорит, оставьте ваше интеллектуальное восприятие Оставьте это знание, не думайте, не воображайте о том, что вы знаете, кто такой Кришна Он говорит, легче всего посчитать все песчинки в этом мире Легче всего посчитать все капельки дождя, все капельки воды, чем познать Кришну Он говорит, что даже я, Брама, которое самое высшее сознание, у которого четыре головы Даже я не понимаю, кто такой Кришна Если вы хотите его понять, вы должны предубежденно считать уже, что я уже понимаю, кто такой Кришна Ты каждый раз говори, это значит что необходимо для того, что я tweet avocado и ничего интересного好 Что я не понимаю, чтобы человек могли Вы согласны, прямо новым словам, в котором мы слушаем и слушаем, что мы думаем, вы слышите, что мы слышим. Когда мы слушаем рикат, это не все будет вашеların. Нет никаких вершин, а то есть не наиск, вы не слышите, что мы не голосуем, вы слышите рикат, вы слышите рикат, ваше ваше внешнее время. Далее, другое значение Гьяна Прияса Мудапаси обозначает, что даже через Таттва Гьяну невозможно понять Кришна. Вот тут вопрос, зачем мы тогда изучаем эту Таттва Гьяну, если невозможно через неё познать Кришна. И драма объясняет, что человеку невозможно изучить и понять это самому. Единственное, на что у него есть шанс, это жить с Вайшнавами, слушать о них и учиться у него, учиться у них о том, чтобы понять Кришна. Он описывает о служении Харикархе, Танман и Бача, то есть как служить Харикархе своим телом, умом и речью для того, чтобы понять Кришну. А, Танман означает, что Служение Харикархе телом. «Танан» означает «боди», «ван» означает «бы», 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 «бы». Как вы объясните? Я объяснил, потому что вы не говорил это. Могали, чтобы я объяснил, что это обозначает. Служение харикадхи телом. Без этого тела невозможно вообще ничего сделать. Когда говорится служение харикадхи тела, то ты своим телом сам преклоняешься перед этим телом, предлагаешь поклон этому телу. И ты даешь людям возможность услышать эту харикадху. Это включает в собой и поклоны, и какая-то помощь в организации харикадхи. Все, что нужно сделать внешне. Служение харикадхи своей речью обозначает то, что то, что мы услышали, должно дойти до сердца и должно выйти через уста. Это служение харикадхи речью. То, что ты получаешь, если человек просто это получает, оно никогда не даст ростки, оно никогда не даст плод. Только когда человек делится этой харикадхой, тогда Кришна дает ему возможность понимания, Бхагаватам, понимания Кришны. И служение харикадхи умом заключает в том, что потом человек поглощается мыслями уже о смысле харикадхи. Дуга Харикадхи, который помогает смотреть на сна. Почему mine постоянно трогает, меня не считает,opy в indoors. Теперь яmo ris girlfriend irrelevant. И я не думаю, что luego confrontation, расскажитеите. Практичное учение Брамы для нас. Он говорит, очень много можно слышать о том, что Вайшан и Вайшнавы говорят, вот в данной моей ситуации вообще невозможно совершать баджан. Вообще нет никаких физических и умственных возможностей. У меня сейчас очень сложное положение, очень сложная ситуация в жизни. Вот именно в конкретной моей ситуации, в которой я сейчас нахожусь, баджаном заниматься совершенно невозможно. А Брама говорит, станести там. Он говорит, та ситуация, которая нам дана в данный момент, она дана не случайно. Она дана как самая лучшая из всех возможных для того, чтобы в данный момент шло развитие, мое духовное развитие, шло мое развитие сознания. И Брама говорит, что не совершая баджан в своей сегодняшней ситуации, ты никогда не придешь к той ситуации, которой ты желаешь. То есть, получается, вот если бы немножко поменять мою ситуацию таким образом, то вот потом я смогу совершать свой баджан, свой баджан. Нет. Пока ты не пройдешь свою ситуацию в баджане, ты никогда не достигнешь того, о чем ты мечтаешь, чтобы совершать потом этот свой баджан. В какой бы обстоятельствах мы не были, это дружелюбная обстоятельства, дружелюбная ситуация, для того, чтобы в ней мы могли совершать свой баджан. То есть, так как говорят, что в разных формах. Да, и это хане, считай, потому что сегодня кто-то говорил, что здесь человек говорит, как здесь человек сказал, но это человек говорит, что она приходит в калибни. Да, нет. Сегодня кто-то говорит. Вот так? Сегодня кто-то говорит. Махарадж говорит, сегодня рассказывали историю, помните о том, как царь лишился пальца, о том, как министр говорил, нет, все, что не случает, это все благоприятно, и в том, как он посадил министра в темницу, и потом, как для него действительно это казалось бы, благоприятно, в том, как увеличилась вера этого царя. Вот это как раз ситуация показывает о том, что все, что с нами сейчас происходит, оно очень благоприятно для нас, для того, чтобы мы в будущем смогли совершать свои бажи, для того, чтобы у нас появилась вера, чтобы у нас появилась, как бы мы, когда мы обращаемся к прошлому, мы видим о том, как благоприятно складывалось наш путь, для того, чтобы мы пришли к тому, чего мы имеем сейчас, если даже в начале казалось, что это все неблагоприятно, и непонятно, почему это так свершается, но важно при этом жить своими шнамами, которые дают глубокое понимание об этом, в жизни, и можно увидеть это, лишь из этого пользу. все из этого привлекает. И вот оно серьезно, и, конечно, не подобное, что с вами, это распростран Pетля Bernie, главный там нахвилебеш, в опасности, superb. и они уверены, как эта бhamма, как эта бхакти-лайнда в этой бхакти-лайнде очень-очень-очень-очень-очень, вот эта бхакти-лайнда. В следующей блее он начинает. Вот здесь, срая-швятый Бхакти-дена. на путь истязаний, путь голоданий, путь самых суровых аскез. И как благоразумны те люди, которые выбирают путь Бхакти, понимая то, что именно Бхагаван дарует совершенство. Кришна говорит Бхагавану о том, что Кришна принимает святок, воду, листок, молоко, всё, что ты предлагаешь ему с любовью. И этого достаточно для того, чтобы достичь желаемого совершенства. То есть каждый человек тянется к совершенству, так как он воспринимает. Любое совершенство дарит Кришна. Но путь Бхакти — это самый простой путь, когда ты удовлетворяешь того, кто дарует это совершенство. Путь Бхакти свободен от каких-то тех аскез, которые идут другие люди. Он свободен от того истощения. Когда Господь очень легко удовлетворяется, ему нужно просто с любовью это предложить. Дмитрий. Продолжение следует... 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 Итак, вы делаете какой-то драма. Да, какой-то драма, да. Валта Шича и Таня Маха пробуются. А времени сколько? Семь-десять. 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 Валта Шича и Таня Маха пробуются. Я думаю, я закончил классы. Вы хотите сейчас на этом лекции закончите спектакль начать? Сколько раз когда-то длится? Спектакль и сколько длится? Двадцать минут только. А драма только двинти минут, Махаевич. Да. Окей. Небольшой видеофлит в городе. Просто на раз так расчувствовала, не знаю, что-то длится. Сколько он длится? Семь-десять. А, окей. И в конце будет 7 минут видео о Шива Груде. Вот надо вам как файн. Окей. А где Ананда Крешна? Окей. 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 Все день готовить, готовить. Окей. 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 Окей, окей. 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 Он дозвонился, но нет посольства. И дальше Брама произносит, оправу, если я совершила москорбление, вы записываете харикатку совсем? Я. Я на кубке был. Кубке. Ты из-за кубки дай. А потом сцены будем, я учусь. Брама говорит, что если я совершила москорбление, то пожалуйста простите меня за это. Они не задували. Если я совершил москорбление, то я что-то не спорю. Понятно? Я не спорю. Где будет ли мыщем? Потому что я бы мне стремиться. Для этого граждане и надеяться, если я совершил москорбление, то я их опасно. Хорошо? И я не могу, чтобы это было думать. Очень нужно. Брама говорит, что если я совершила оскорбление, почему вы не говорите об этом? Продолжение следует... 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 он стал обновлением, ты знаешь, как алкоголи как алкоголи, определенные алкоголи он должен дать ему лотарь для тебя он был servant, но я халю за то, что в форме как елкоголи он говорит на нем, что если он говорит, как есть 如果 он был так, он был providing таблиновой, в чем он был так да, почему он был так выгодный он был там, но он был там Брабху, я всецело ваш преданный, и даже если мне, вы захотите, чтобы я был преданным, чтобы в следующей своей жизни я родился в качестве животного, или птицы, и насекомого, на все воля ваша. Единственное, что я прошу, чтобы у меня никогда не потерялась Бхактика ваша водосная стопа. Почему Брама, Господь Брама сейчас произносит такие слова, очень странно. Он на таком положении, и он боится о том, что он может родиться в теле животного, птицы, насекомого. Брама прекрасно понимает о том, что все это возможно. Но он говорит, даже если я буду в теле животного, пусть я буду такой, как слон Гаджендра, который, несмотря на то, что был в теле слона, он своим Бхактиком возносил прекрасную молитву Господу, и предлагал ему лотос. Даже если я, пусть я появлюсь как птица, но если взять, к примеру, Гаруто, так свое служение он всегда носит на своих плечах Господа. В каком бы теле ни роди Бог, Брама говорит, я готов родиться в любом теле, я ваш преданный, лишь бы только у меня всегда в сердце было бахты к вашим лотосным стопам. Сейчас, на Брагназе, в карты много Cannon, птицаUна горит надя, Продолжение следует... 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 В следующем стихе Брахма уже произносит «Аго, Аго» Он говорит, что у него еще сильное восхищение перед Враджаваси, особенности перед Нандабабой и Мамой Ишодой. Он говорит, а как же удачливы эти Враджаваси, как удачливы Нандабаба и Мамой Ишодой. Кришна Пурна Брама Санатанам, Кришна Он Санатанам, Он Та Вечность, Тот Извечный Господь. Он говорит, что Брама Тот, Кто является Абсолютом для Всего. Са Пурна Брама Санатан, Тот, Кто является Высшим Абсолютом Всего Сущего, Он сейчас в форме ребенка наслаждается их любовью. Абсолютом. Кришна Пурна, Мамой Ишодной Дверь, Мамой Ишods и Мамой, П Antarctic Нандабаба. Я не могу, как Shuttle, как Гурналам. Они не готовы, но не любят. Все рутины, что Бурналам, они должны быть уничтожены. Я не могу, как Вы видите, если Вы отсюда руки, когда Вы видите, если Вы видите, мы видим, что здесь есть пусть. Если они есть, если они есть ее ноги, то будете polishing. И тогда Брама произносит о том, что я прекрасно теперь вижу о том, что вся эта земля абсолютно чин Майя, потому что она абсолютно трансцендентна. Все здесь, веточки, деревья, лианы, все насекомые здесь, и все абсолютно трансцендентно. Я даже не мечтаю занять положение среди них, стать равным им. Нет, я мечтаю хотя бы быть просто на краю брендавана, быть просто камешком, о котором женщины, простые деньги, чистящие улицы, будут чистить у меня свои стопы. Если обрету их пыль с их стоп, я буду считать, что моя жизнь считается самой успешной. Это Аксидово, Брама, как и пр comunですか, это не перетворение. А если вы compleете этого, то что вы хотите, вы можете тоже что-то говорить, чтобы выклуб superнадёжить и что-то, что-то не надо, а потом выклуб. Но начинается говорить вот так, что разница это делает его, ты знаешь, как люди, которые neighbor в неисплещут, выклуб, вы видите, кто-то скажет, кто-то слышит? Вы- Это больнице, это больно-эклуб, который он говорит? Продолжение следует... И Брама, можно задуматься так, Брама, тот, который создал нашу Вселенную, это высшее живое существо, молится сейчас, чтобы родиться просто камнем, обычным камнем, как это возможно, чтобы понять это. Но Брама объясняет о том, что даже эти женщины, которых Он хочет получить, это не просто женщины, просто людинки, это те, которые молятся о Шруте и Вете, Уран, те, которые мечтают служить им в любом образе. Это те женщины, для которых сама жизнь – это улыбка Кришна, для которых сама жизнь – это улыбка Кришна, напоминающая по красоте цветок Мукунда. Есть такой цветок Кунда. Для клавы Кунда? Красивый цветок Кунда. Для них смысл их жизни – это улыбка Кришна. Как Он может поставить Себя на равных вместе с ними? Да. Итак, здесь есть Брама. Брама сейчас говорит, как долго я стою здесь, я обращаюсь к месту. Таким образом, я не знаю, потому что я не знаю, потому что я не знаю. Я оставлю место. Брама будет питаться с Брама, с Брама, с Брама, с Брабу. Если кто-то говорит, что я знаю, что это место, они могут знать, но я говорю, что Брама. Я не понимаю, что Брама будет ломать, но я понимаю, что он мешает Кришне. Он понимает, что он мешает Кришне, он понимает, что он находится препятствием сейчас в играх Кришны. И поэтому он кланяется ему в последний раз, делает вокруг него три раза парикраму и быстро улетает. Почему? Потому что он понимает, что я не способен понять это настроение, я не способен быть наравнен с этим. Продолжение следует... Магадач говорит, что я знаю, что сейчас будет показывать драмы, и после нее я постарался благодарить всех тех, которые помогли в организации этого фестиваля. Магадач говорит, что я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю. Вы спрашиваете о том, на каком уровне развития находится на мишке, на сарте, на руче. Что вы ожидаете в качестве ответа, как вам? Он спросит, что сейчас проживает брамма, который сейчас проживает, на каком уровне развития он достигает. Он на мишке, на руче, на сарте. Я знаю, что я знаю, что это прав, когда вы понравились вы смотрите по нему, так поигрemon Stewart. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok